Физкульт привет! В эфире спортивная среда. У нас небольшая передышка от крупных стартов и соревнований. Время набора формы. Поэтому похвастаться большим количеством свежих достижений, увы, нельзя. Но победы все же есть. Сейчас о них. В подмосковных Мытищах завершился финал девятой летней спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет. В финал всероссийских соревнований вышли воспитанницы областной спортивной школы номер 4. В первом матче плей-офф ивановские баскетболистки уверенно обыграли команду Самарской области 67-54. В матче за пятое место ивановская команда уступила сборной Свердловской области со счетом 56-65 и заняла итоговое шестое место. Лучшим игроком в составе сборной Ивановской области была признана Елизавета Бондарчук. 7 июля в 16.00 начнется первый в новом сезоне матч красно-черных. На этот раз ФНЛ. Пока домашний стадион не вполне соответствует высоким требованиям, текстильщику придется играть на специально предоставленном поле в Москве. 6 числа мы выезжаем в Москву, тренируемся здесь в Иваново, выезжаем. И 7 числа хотим болельщиков пригласить, кто может приезжать, поддержать нас. К сожалению, пока наш стадион не прошел некоторые моменты по допуску до матчей ФНЛ. Поэтому начнем в Москве, ничего в этом страшного не вижу. Я думаю, поддержка будет, надеемся. А там уже дело за нами. Первым соперником Ивановцев станет Красноярский Енисей. Команда перешла в ФНЛ из премьер-лиги. Так что легкой игра точно не будет. Команда фактически сохранила состав, усилилась ребятами, которые решали задачу в позапрошлом сезоне, выход из ФНЛ в премьер-лигу. Ну, матч будет такой для нас и проверочный, и очень серьезный. И сразу будет ясно, на что мы способны в этом турнире. Поэтому готовимся так очень основательно. Пока болельщики красно-черных будут в столице, готовятся поддержать команду в первом и очень ответственном матче, остальным ивановцам предлагают поучаствовать в одном из самых масштабных спортивных событий этого лета – полумарафоне «Красная нить». Он пройдет 7 июля на центральных улицах города. Дистанции 300 и 600 метров, а также 3, 10 и 21 километр. Заявки на участие уже подали более 1800 человек. Из 68 городов – 33 субъектов Российской Федерации и 7 стран мира. В данном мероприятии могут принять участие все желающие, независимо от возраста и пола. Главное, чтобы по состоянию здоровья вас допустили до этих мероприятий. Остается последний шанс принять участие. Заявки на сайте goldenringran.ru принимают до 4 июля. Все лето жители города могут стать частью спортивной жизни публичного характера. По субботам еженедельно при любой погоде на разных площадках проходят открытые тренировки на любой вкус. Эта суббота не исключение. Свои зажигательные программы подготовили ведущие фитнес-тренеры популярных клубов. В 10 часов в парке Харенка состоится тренировка беговая, где участники могут потренироваться в беге, в легкой атлетике. Встречаются все желающие около спортивной площадки новой, которая недавно открылась. Поэтому это парк Харенка. В 11 часов тренировка состоится около администрации города. Это площадь Революция. Тренировка пройдет по йоге. Также в 12 часов в субботу, 6 числа, будет тренировка по бегу. И участники могут встретиться в магазине Докатлон. А вот зумбы в эту субботу не будет. На площади Пушкина будут готовиться к марафону «Красная нить». Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. Будьте в спортивной теме, следите за новостями. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Будьте в спортивной технике. Продолжение следует...